Эти кадры сняты в прошлом году. Тогда 18 детей-аутистов из Китая приехали в Сочи на реабилитацию. Они попробовали новый для себя метод лечения – дельфинотерапию. Он направлен на психическое развитие особенных ребят. В оздоровительном центре «Морская звезда» общение с морскими животными, как метод реабилитации, практикуют уже больше 10 лет. Пройти курс сюда ежегодно приезжает около 700 человек. Сейчас мы принимаем уже вторую группу в этом году, 19-й год. Многие мамочки, которые были у нас первый раз с детками, приехали к нам уже повторно, потому что увидели положительный результат от лечения дельфинами. Сейчас к нам приехали 6 деток в сопровождении родителей. И в июле приедет такое же количество. О том, как построена работа с детьми-аутистами в Китае, сегодня рассказали гости из Поднебесной. Из Канэр в Сочи приехала целая делегация специалистов во главе с фондом благосостояния инвалидов. В ходе общения выяснилось, что китайские и сочинские специалисты используют одинаковые методы реабилитации детей-аутистов. Все, кроме дельфинотерапии. Дельфинотерапия для нас – это новый метод лечения, а в Сочи его используют уже 11-й год. Мы надеемся перенять этот опыт и надеемся, что многие дети приедут из Китая для лечения. Ведь, как показывает практика, дельфинотерапия дает реальные результаты. Китайцы готовы прислать в Сочи своих специалистов для обмена опытом и пригласили к себе российских дефектологов. Отправятся за границу и сочинские дети-аутисты. С таким диагнозом в городе сегодня живет 161 ребенок. Китайская делегация, благотворительный фонд их, будет принимать наших детей. И было заявлено руководителем делегации, что ежегодно по 10 детей бесплатно будут находиться в Китае и по их методикам проходить лечение. Такой обмен методиками оздоровления – это и очередной шаг к развитию медицинского туризма, отметил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Обмен опытом между специалистами, которые занимаются лечением аутизма здесь, в Сочи, и обмен опытом с теми специалистами, которые работают в Китае, очень важен. У них очень много наработок, поэтому это взаимовыгодно. Ну и в целом это расширяется, вообще наши взаимные отношения, экономические отношения, туристические отношения. Китайцы уже оценили больного лечения в Сочи. Они с удовольствием отдыхают на Мацесте и в других санаториях с лечебной базой. Гостей из Поднебесной будет еще больше, уверены обе стороны. Как только будет налажено прямое авиасообщение между Китаем и Сочи. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.